МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Владимир Васильевич Дивойна, начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гомельской области. Народился в городе Столине Брестской области. Окончил с отличием Белорусскую серхозакадемию, Академию управления при президенте Республики Беларусь. В 1991 году начал свою трудовую деятельность главным бухгалтером в совхозе Осиповического района. С 1995 года работает в налоговых органах. Прошел путь от старшего налогового инспектора Осиповической налоговой инспекции до начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Шкловскому району. В 2015 году занимал должность первого заместителя председателя Осиповического райисполкома. С 18 марта 2016 года возглавляет инспекцию Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гомельской области. Женат, имеет двух дочерей и двух внуков. В 2016 году являлся делегатом 5-го Всебеларусского собрания от Гомельской области. На вопросы, касающиеся налогообложения и работы инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гомельской области, можно получить ответ прямо сейчас, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340 043. Здравствуйте, Владимир Васильевич. Здравствуйте, Елена. В нашей стране делается немало для совершенствования налоговой системы. Внедряется новый документооборот, внедряются новые формы обслуживания, упрощаются условия ведения бизнеса. Обо всем этом я и предлагаю поговорить сегодня, если вы не против. Согласен. Но прежде я думаю, что нужно наших телезрителей ввести в курс дела. И ради этого несколько общих вопросов. Скажите, пожалуйста, какое количество юридических и физических лиц, какое количество индивидуальных предпринимателей формирует бюджет нашей области? Елена, бюджет Гомельской области, консультированный бюджет Гомельской области формируется более 493 тысячами плательщиков. Здесь и индивидуальные предприниматели, это более 26,5 тысяч, и юридические лица, это порядка 19 тысяч 100 юридических лиц. И, конечно же, физические лица. За 9 месяцев 2017 года в бюджет, консультированный бюджет Гомельской области поступил 1 миллиард 642 миллионов рублей. Основные поступления складываются, конечно, от государственного сектора экономики, это порядка 77%. Негосударственный сектор экономики в нас составляет 18% консолидированного бюджета. Свою определенную лепту вносит в бюджет индивидуальные предприниматели и физические лица. Это порядка 3%. А вот эти доли, они всегда, каждый год приблизительно одинаковые? Или значительно меняются? Вы знаете, меняется доля между негосударственным сектором и государственным сектором экономики. Индивидуальные предприниматели, физические лица, удельный вес этих платежей обычно сохраняется. Но так как мы понимаем, что у нас на территории области есть крупные предприятия, которые все-таки действительно государственной формы собственности, это и Мозырь, это и Жлобин. Поэтому удельный вес таких платежиков в области действительно высок. Они налогообразующие, да? Бюджетнообразующие, да, бюджетнообразующие плательщики. И уплачивается в бюджет, в принципе, и составляет основу бюджета до 64% четыре вида налога. Это то, что уплачивают физические лица, когда у них удерживают и заработной платой подоходные налоги. Да, это 22%, это налог на добавленную стоимость, это акцизы, это налог на прибыль. Конечно, хотелось бы, чтобы удельный вес налога на прибыль был больше в бюджете, и плательщики более активно его уплачивали. Но экономическая ситуация такова, что сегодня он занимает порядка 10% во всех налоговых поступлениях. Спасибо. Владимир Васильевич, а вот какие первоочередные направления развития деятельности на будущее, 2018 год, видит перед собой налоговый орган? Елена, в принципе, сессия, которая сейчас, депутатов, которая сейчас проходит в городе Минске, они обсуждают проект бюджета на 2018 год, и все основные изменения, которые предусмотрены, они уже, в принципе, изложены, они уже определены. Не буду я сегодня вдаваться в освещение вот этих изменений. Я думаю, что когда будет принят проект бюджета... Тогда и обсудим, да? Да, тогда мы это и обсудим. Ну, хотя бы, чтобы мы понимали. Но я хочу остановиться на том, что в последнее время особое развитие, такое плановое, динамическое развитие получило, скажем так, электронное взаимодействие налоговых органов с плательщиками. Это и с индивидуальными предпринимателями, и с юридическими лицами, и с физическими лицами. И для этого в налоговых органах разработан личный кабинет плательщика. Он может быть и для организации, и для физических лиц. Вот здесь я немножко хотел бы остановиться на этом вопросе и сказать, что личный кабинет дает возможность физическому лицу получить очень большой объем информации. Это получить извещение на уплату имущественных платежей, получить информацию о наличии задолженности по платежам бюджета, увидеть свой лицевой счет, увидеть уплаченные суммы. В том числе позволяет оплатить причитающие суммы в бюджет через Беларусьбанк, Белогопромбанк, Альфа-банк, Белинвестбанк. Также можно записаться на прием к руководству инспекции, подать заявление на решение определенных административных процедур. Что здесь радует? Система начала внедряться, в принципе, года два. И на начало 2017 года у нас было 9 тысяч физических лиц в Гомельской области, которые работали в личном кабинете. Сегодня их уже порядка 54 тысяч. И эти люди получают всю информацию налоговой инспекции при помощи электронных средств связи. Я поняла. То есть есть приложения специальные к смартфонам, ну понятно, что и к компьютерам. К смартфонам пока нет. А вот, кстати, упущение. Я с вами согласен. Это в перспективном плане развития налоговых органов. На 2018 год задача стоит. И к концу 2018 года, я думаю, даже раньше, это будет реализовано. Я думаю, что количество пользователей значительно возрастет, если появится такое приложение. Владимир Васильевич, для благоприятных условий осуществления бизнеса физическими лицами в сфере агроэкотуризма и ремесленной деятельности принято ряд нормативных документов. Так вот, что нового эти документы предлагают, что изменится и будет ли проще осуществлять такую деятельность? Елена, в сфере агроэкотуризма, ремесленная деятельность у нас уже осуществляется в Республике Беларусь не первый год. И ростки эти были, уже идут с 2009-2008 года, когда были приняты первые нормативные документы по реализации вот этих направлений. И действительно, главой государства 9 октября были подписаны два указа. Это указ о развитии агроэкотуризма и указ по ремесленной деятельности. Они претерпели, действующие сегодня документы, претерпели ряд изменений. Так вот, в ремесленной деятельности физические лица, которые ей занимаются, получили право осуществлять и предлагать к реализации свой товар не только на рынках, в торговых точках, на ярмарках, но и в помещениях, где они осуществляют эту деятельность. Они получили право использовать свои деятельности и реализовать товар через интернет путем пересылки через почту. Изменения также коснулись в ремесленной деятельности и по количеству физических лиц, которые ремесленник может обучать, так называемые ученики. Это здорово. Сегодня один человек может проходить обучение у ремесленника. Соответственно, с момента вступления указа в силу, это будет три человека. Три человека, они не более двух лет могут обучаться, перенимать вот те навыки, которые обладает человек, для того, чтобы впоследствии иметь свое направление работы и, соответственно, получать свой доход. Указ также по агроэкотуризму внес изменения в действующую сегодня систему. Деятельности в Гомельской области, я так хочу сказать, наверное, будет динамично развиваться, потому что количество людей, которые занимаются сегодня, это 180 физических лиц. Сумма платежа, как и от ремесленников, так и от них, не очень значительная. Мы знаем, что платеж составляет одну базовую величину в год. Сегодня это 23 рубля, заплатившие их до начала осуществления деятельности. Можно осуществлять агроэкотуризм, осуществлять ремесленную деятельность. Если человек уже до этого ремесленником был или работал, как говорится, оказывал услуги агроэкотуризма, он должен заплатить свой налог не позднее 28 числа года, предшествующим, который он планирует осуществлять. Ремесленной деятельностью у нас в области занимается порядка 1300 человек, и сумма платежей, ими выплачена порядка 32 тысячи рублей. Хотя платеж незначительный, но я считаю, что это деньги очень нужные для государства, который человек платит за право, чтобы показать то, что он имеет, и получить определенный вид заработка. Можно вспомнить советский лозунг «Копейка рубля бережет». Владимир Васильевич, кстати, есть у нас первый телефонный звонок. Давайте слушать телезрителя. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Оксана. Очень приятно. А я хочу задать вопрос. Пожалуйста. Владимир Васильевич, а вы лично готовы получать парикмахерские услуги на дому у физлица, либо приобретать кондитерские изделия у физлиц, которые будут деятельность осуществлять по 337 указу? Ну, вопрос понятен. Спасибо, Оксана. Спасибо у 337 указа. Мы сегодня будем, я так понимаю, говорить и по этому нормативному документу. Обязательно развернуто. Это тоже деятельность физических лиц, вот как и ремесленников, так и агроэкотуризма. Это деятельность физических лиц. Как ответить? Наверное, получать парикмахерские услуги на дому, наверное, согласен. Но согласен при том, что того мастера, который будет оказывать эти услуги, я буду знать. Скажу так, я стараюсь идти к одному мастеру и получать эту услугу у одного мастера. На сегодняшний день я не собираюсь его менять. Он находится в городе Гомеле, недалеко от моего дома, где я живу. Мне это комфортно и удобно. Приобретать какие-то продукты физических лиц, наверное, сейчас не готов. Не готов. Даже находясь где-то на отдыхе, стараюсь приобретать в стационарных торговых точках. Вот как-то так. Вот такой личный вопрос. Но я хотела бы сказать, что, наверное, никто не заставит наших граждан вот просто бухаться в кресло малознакомого парикмахера, правильно? Человек же вправе посмотреть, в каком состоянии у него рабочий инструмент. Как он выглядит, как выглядит рабочее место, правда ведь? Да. И точно так же дело касается кондитерских изделий. Наверняка люди будут... Ну, здесь, наверное, вот как это? Цыганская почта, да, работает? Вот у того-то вкусно, да? Давайте посмотрим его торт. Ирина, говоря вот о кондитерских изделиях, почему, наверное, были приняты вот эти изменения, тоже внесены указом главой государства, ведь деятельности востребованы. Люди на дому осуществляют, скажем, выпечку каких-то тортов, каких-то пирогов, наверное, к юбилейным, свадебным, там, другим мероприятиям. Поэтому для того, чтобы расприпасить вот в этой части физических лиц, указ тоже внесли изменения и добавили там определенным видом деятельности. Но я хотел бы, извините, хотел бы все-таки, да, закончить мысль по агроэкотуризму, сказать, что как и ремесленная, так и деятельность по агроэкотуризму не является предпринимательской деятельностью. И вот именно указ, который 365-й, развитие агроэкотуризма, дал возможность физическим лицам осуществлять те виды деятельности, которые раньше, и оказывать те услуги, которые раньше были запрещены. Например, услуги бань, услуги саун, душевых, ну, в том числе и часть услуг в общественном питании. Спасибо большое. Но я хотела добавить вот о тортах и кондитерских изделиях. Зачастую делается так, что заказчик сам приносит нужные продукты и говорит, мне из этих, пожалуйста, продуктов изготовьте, торт, и вот тогда все в порядке. И мы уверены в качестве. Владимир Васильевич, не поверите, но есть сразу еще один звонок. Давайте слушать. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Наталья. Я индивидуальный предприниматель. И у меня есть твоя парикмахерская, но я слышала, что сейчас можно быть и просто как физлицо и тоже заниматься этим же. Я бы вот хотела, чтобы и предприниматель быть парикмахерская, так и чтобы как физлицо. То есть вы хотите, по сути, усидеть в двух креслах или что-то все-таки предпочитаете выбрать? Нет. Мне надо, чтобы и парикмахерская была, и, например, лично мои клиенты приходили ко мне домой. Вопрос понятен, Владимир Васильевич? Да, вопрос понятен. Спасибо, Наталья. Вопрос понятен. Я отвечу так. Если вы являетесь индивидуальным предпринимателем, и вас этот вид деятельности, и вы осуществляете как индивидуальный предприниматель, как физическое лицо вы его осуществлять не имеете права. Если вы будете осуществлять парикмахерские услуги, как индивидуальный предприниматель, вы можете осуществлять как физическое лицо иной вид деятельности. Например, розничную торговлю, как мы говорили, кондитерскими изделиями. Можете осуществлять ремонт обуви, но не парикмахерские услуги. Здесь нельзя смешивать осуществлять один вид деятельности и предпринимателем, и физическим лицом. Осуществляется вид деятельности конкретно индивидуальным предпринимателем или конкретно физическим лицом. Спасибо. Я хочу призвать наших телезрителей к активности. 34043 номер телефона. Пожалуйста, звоните, задавайте вопросы о работе инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гомельской области и о системе налогообложения. Президент Республики Беларусь подписал указ номер 365 о развитии агротуризма, в соответствии с которым значительно расширен перечень услуг, оказываемых в агроусадьбах. В том числе разрешено проведение свадеб, банкетов и других праздников. Как восприняли это в самих агроусадьбах, выясняли наши корреспонденты. День матери в агроусадьбе Людмилы Мыстковской организовали первый детский региональный фестиваль, на который пригласили местную детвору вместе с родителями группу гомельских аниматоров. За достаточно символическую плату на протяжении дня в агроусадьбе проводили конкурс, составили научные опыты и просто отдыхали. Мы их кормили здесь ухой, угощали здесь бульончиками, картошку пекли. То есть это замечательное просто мероприятие, независимо от того, какая погода. И всем было тепло, весело и интересно, и дискотеки, и шоу, и делали кулинарный поединок. Папы пекли там блинчики для мам и помогали дети. По большому счету, проведение детского фестиваля не просто рекламный ход по популяризации отдыха в деревне, но и возможность заработать. Сегодня всем понятно получить прибыль, только принимая отдыхающих практически невозможное. Разрешение на проведение банкетов, свадеб и прочих торжеств для многих агроусадеб реальная возможность не просто выживать, но и развиваться. Те же салфетки, кофе, электричество и все, оно тоже не бесплатное. Если приезжают гости, то они же не экономят ваши средства однозначно, пользуются всеми благами. И свет, и ночь горит, и день горит, и какие-то моменты бывают такие накладочки. Все, и дрова, и то же, что входит в стоимость. Да, и стирка белья, это тоже как бы затратные моменты. Поэтому банкет, это однозначно выживаемость для усадеб. Банкеты, это банкеты. И что скрывать здесь? Все понимают реально, что здесь мы зарабатываем деньги основные. Стабильная работа агроусадеб сегодня выгодна всем. Для местного населения это дополнительные рабочие места. Для местной торговой сети, увеличение товарооборота и, соответственно, прибыли с соответствующими отчислениями в бюджет. В пятом году у нас было зарегистрировано два ремесленника и одна агроусадьба. Это в деревне Гоголях она была, самая первая. А на сегодня уже мы к концу года будем иметь у нас 18 агроэкатеристических этих усадеб. И уже мы подходим почти к трьм сотням ремесленников, которыми люди занимаются. И вот эти вот указы президента нашей страны, которые подписаны, они вовремя, по крайней мере, для того, чтобы это, в первую очередь, конечно, задействовать людей, занятость. И тем более, что разрешили, вот уже будет разрешено заниматься обучением ремесленной деятельности, они будут набирать учеников. Разрешение на проведение различного рода торжеств положительно воспринимается во всех агроусадьбах. Сергей Черненко также открыл у себя банкетный зал и всерьез думает о проведении соответствующей рекламной кампании. Правда, одну проблему, которая может возникнуть при организации свадьбы, дней рождения, все-таки озвучивает. Далеко не все участники торжеств ведут себя тихо и спокойно. Включить музыку погромче или организовать фейерверк – для многих это обязательная традиция, неоднозначно воспринимаемая местными жителями. И всегда они вскакивают, всегда они выбегают на улицу. А, это опять там салют, плохим словом помянут человека и так далее. Возникает множество скандалов по этому поводу. Поэтому, мало того, что там играет до 11 часов музыка для соседей громко, так еще эти салюты, они просто приводят людей в ярость. И еще один момент, на который обращает внимание член Республиканского совета по агроэкотуризму Сергей Черненко. В ближайшее время можно ожидать рост количества усадеб, открываемых исключительно для проведения различного рода торжеств, что никак не соответствует самой идее сельского отдыха. Некоторые субъекты агротуризма, они работают только на банкеты. Если я делаю упор на проживание гостей, на туристическом, так сказать, направлении, то я считаю неправильным сводить работу агроусадьбы только в проведении банкетов. Это и есть проблема. В мировой практике и европейской практике в агротуризме такой нет. В основном 99% это обслуживание туристов. Владимир Васильевич, вот такое легкое столкновение интересов и даже проблемой назвал человек. Это действительно проблема. Сегодня такая есть. От нее никак нельзя уйти. Мы должны понимать, что абсолютно какой-то период времени назад были разрешены те самые мероприятия, скажем так, какие-то праздничные. Потом мы пришли в сфере экономических отношений с более крупным бизнесом. Это наши рестораны, бизнес, кафе. Как здесь было подчеркнуто, и где-то может создаются какие-то не очень хорошие условия по насилию. Проблема есть. Сегодня, наверное, так выражусь, дали больше свободы, а люди сами не определяются, как им правильно поступить. Все-таки человек, он в основном-то принимает правильные решения. И агрока усадьба, она должна быть по большому счету нацелена на то, что человек мог отдохнуть, получить какую-то... Ну, а вот эти все мероприятия, они, наверное, должны быть все-таки на втором плане. Хотя, с экономической точки зрения, это толчок для расширения материальной базы этих самых агроусадьб. Знаете, Владимир Алексеевич, вот у журналистов есть такой штамп, время покажет. Так это, наверное, как раз вот об этом. Единственное, что еще хочу сказать, поэтому в рамках вот этого вопроса, что количество, вот я называл агроусадьб, оно должно динамично вырасти. А уже где-то попроще, там, наверное, нет вот этих мероприятий по отдыху. Где-то по солидной агроусадьбе, там, наверное, предоставляют и общественное питание. Спасибо большое. Владимир Алексеевич, есть у нас телефонный звонок, поэтому давайте слушать зрителя. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Петр. Говорите. Скажите, пожалуйста, вот слышал, у нас в стране внедряется некая система контроля кассового оборудования. Ну, можно несколько слов, что это такое? Вы знаете, да, наверное, я прокомментирую, но буду не сильно много комментировать в этой части, потому что уже несколько лет идет внедрение этой системы. У нас она внедрена на автозаправочных станциях, в игорном бизнесе. У нас она внедрена по услугам автомобилей такси. Сегодня, в ближайшее время, должны эту систему внедрять в торговых центрах, где площадь превышает 650 квадратных метров. До 2019 года эта система должна быть внедрена по всей Республике Беларусь, начиная со столицы нашей Родины, областных центров и заканчивая сельскими населенными пунктами. Спасибо, Владимир Васильевич. Я всем телезрителям хочу напомнить. 34-00-43, пожалуйста, звоните. На ваши вопросы, и на мои в том числе, ответит Владимир Васильевич Дивойна, начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гомельской области. Владимир Васильевич, мы уже коснулись вместе с телезрителями указа номер 337 о регулировании деятельности физических лиц. Вопрос, я уж не буду развернуто говорить, да. Каковы условия осуществления такой деятельности? Начали деятельность осуществлять с 2009 года, 285-й указ тогда был. Тогда еще 8 видов деятельности, да, определили? 7. А сейчас уже 30, расширили этот список. Я скажу кратко, значит, физическое лицо вправе выбрать, быть предпринимателем или осуществлять эти виды деятельности как физическое лицо, потому что их можно осуществлять и как физическое, и как индивидуальный предприниматель. Преимущество, с одной стороны, это не надо регистрироваться, время на регистрацию не тратим как индивидуального предпринимателя. Мы освобождены от учета своей предпринимательской деятельности, это именно учета своих доходов через китанцы, приходные кассовые ордера, через кассовые суммирующие аппараты, через терминальное оборудование. А мы с вами понимаем, что это определенный вид затрат, и если физическое лицо хочет начать вид деятельности, а нет определенных материальных средств, то, наверное, лучше начинать как физическому лицу. Нет здесь отчетности, нет здесь платежей в фонд социальной защиты населения, но с платежами в фонд социальной защиты населения тут надо, чтобы каждый граждан определился. На законодательном уровне обсуждается вопрос, скажем так, создания условий для физических лиц, чтобы они имели возможность уплатить платежи в фонд социальной защиты населения, которые даже не являются индивидуальными предпринимателями. Что сделано в Гомельской области? Состоялась сессия областного совета депутатов, здесь мы нашли взаимопонимание. Депутатский корпус и на всех комиссиях, значит, предложение по ставкам единого налога, а базовые ставки были утверждены указом главы государства. Мы разработали эти ставочки, на сессии обсудили их, и сессия их приняла. И уже сегодня, 20 октября 2017 года, решение зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов. То есть, говоря, мы выполнили посыл главы государства, и 22 числа физические лица могут обратиться в налоговый орган, прийти, заполнить уведомления, написать, где, когда и какой вид деятельности собираются осуществлять из этих 30 видов деятельности. Налоговый орган сделает расчет необходимый, тут не надо считать самому субъекту хозяйствования, он только произведет уплату. Ну и более подробная информация у нас находится на оригинальном сайте инспекции по Гомельской области, там можно, в принципе, с ними ознакомиться. Мы попросим нашего режиссера вывести по возможности на экран адрес сайта. Ну а пока, Владимир Васильевич, я скажу, что есть у нас еще один телефонный звонок. Давайте слушать. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, как вас зовут и ваш вопрос? Меня зовут Светлана. Очень приятно. Вопрос. Здравствуйте, меня зовут Светлана. Я индивидуальный предприниматель, проживаю в Добровском районе. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Слышала, что вот принят новый указ, по которому индивидуальные предприниматели, работающие в сельской местности, могут уплачивать единый налог в размере одной базовой величины. Вот если я буду оказывать услуги по поклейке обои физическим лицам, действительно ли я смогу платить только одну базовую величину? Спасибо. Спасибо вам за вопрос, Владимир Владимирович. Да, 345 указ главы государства 29 сентября 2017 года о развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания Добруж, да, у нас был? В сельской местности, я не услышала. В сельском Добровский район. Этим указом утвержден перечень видов бытовых услуг и видов услуг, которые могут оказывать индивидуальные предприниматели, платежщики единого налога. И если вот этот населенный пункт попадет в перечень тех населенных пунктов, которые утверждены сессией, опять же, Гомельского областного совета депутатов, тогда да, сумма налога будет равна одной базовой величине. Спасибо. Спасибо за ответ. Владимир Васильевич, скажите, а есть ли данные о том, сколько людей в Гомельской области занимаются видами деятельности по заявительному принципу? Сегодня это порядка 2560 человек. Уплачено с начала года более 204 тысяч рублей налога. Гомельская область вторая в республике. Нас обречания опережают. У них большее количество физических лиц, осуществляя деятельность по заявительному принципу. Но я думаю, что указовое государство позволит нам немножко побороться с Брестской областью, чтобы выйти в передовики в республике Беларусь. То есть вы прогноз хороший даете? Они нас, скажем так, на пару сотен опережают, но я думаю, что у нас условия для этого есть. Прекрасно. Владимир Васильевич, а каковы в таком случае ставки единого налога? Я так понимаю, что в разных областях будут разные или нет? Есть базовые ставки, утвержденные указом. Каждый областной совет и в городе Минске приняты свои ставки налога по видам деятельности, но они приняты в пределах базовых ставок. Из чего исходили? Мы исходили из того, что ставки в сельской местности минимизированы, взят нижний предел. Тем более по некоторым видам деятельности, когда деятельность шляет индивидуальный предприниматель, согласно решению, опять же, Гомельского облсовета, применялся коэффициент 0,5. Он был учтен при установлении ставки. А вот ставки, которые в Гомеле и городах наших Мозырь, Жлобин, Речица, Светлогорск, они были приравнены, в пределах базовых ставок, они были приравнены к ставкам индивидуальных предпринимателей. Небольшой парадокс был. По четырем видам у нас ставки по физлицам отличаются от ставок индивидуальных предпринимателей, но принимая, опять же, я думаю, что в конце года на сессии, мы выровняем эти ставочки и уменьшим их для индивидуальных предпринимателей, чтобы оба субъекта находились в разных экономических условиях. Поняла. Скажите, вот как думаете, 30 видов деятельности – это предел или будет все-таки увеличиваться количество? Вы знаете, вот был вопрос у нас по поклейке и по ремонту. И там расписано в указе конкретно, что можно ремонтировать – полы, стены, а некоторые объемы не указаны. Поэтому нет, наверное, ничего постоянного. Мы развиваемся, где-то может что-то будет исключаться. Конечно же, будет добавляться. Поэтому этот перечень, я думаю, он не закрыт. Хорошо. Владимир Васильевич, в чем причины того, что иногда горе предприниматели предпочитают вести незаконную деятельность? И это что, руки не дошли зарегистрироваться или у нас так это дорого? У нас совершенно недорого. У нас регистрация или юридического лица индивидуального предпринимателя проходит, скажем так, по принципу «одного окно». Ты пришел, оставил свое заявление и в течение одного рабочего дня ты будешь поставлен на учет. И в налоговую инспекцию являться не надо. Информационная карта будет передана с районного исполнительного комитета. Наверное, где-то уровень сознания наших граждан. Мы не приучены, наверное, еще самостоятельно платить налоги. У нас обычно их иудельный вес у нас подоходного налога сегодня превышает в общем объеме. То есть мы готовы к тому, что нам эту услугу по исчислению налогов и по удержанию окажет тот со стороны. Процесс времени и процесс воспитания. Спасибо. Мы поинтересовались мнением гомельчан, кстати, по этому вопросу. Давайте послушаем, как отвечали люди на улицах. Может быть, потому что они кажутся им достаточно большими, но в принципе скрывать это нарушение закона. Желание сокрыть доход свой, то есть не показывать его для общественности, для обсуждения, но тем не менее это неправильно. Государство тоже должно знать доход, чтобы как-то прогнозировать свое развитие. Я плачу налоги. У меня нет больших седоходов, и я все со своей заработной платы выплачиваю. А у меня нет других посторонних. А почему не делают так? Я даже не знаю, затрудняюсь сказать. Я так думаю, что если бы я имела, кроме своего скромного заработка, что-то такое очень большое, я бы платила обязательно. Как почему? Не хотят с деньгами расставаться, вот и все. Более выгодно налоги не платить, чем их платить. Это единственная причина. Жадность тут ни при чем. Тут просто люди, наверное, считают деньги, и все. Налоги – это обязанность каждого гражданина заплатить то, что положено, и вовремя, и в срок. Я так понимаю. Потому что налоги, мы живем, всю социальную структуру содержим, и образование, и медицину, и, конечно, пожилых людей содержим. Владимир Васильевич, ну вот такие мнения прозвучали. Что скажете? Я хочу сказать, я горжусь теми людьми, которые давали сегодня интервью. И действительно, они высказали свою точку зрения непринужденно. А нам надо ее учитывать при общественном опросе и думать, как улучшить и преподносить людям, чтобы они были согласны платить их добровольно налоги. Благодарю. 34-00-43 номер нашего телефона. Уважаемые телезрители, вы еще успеете задать ваши вопросы Владимиру Васильевичу Девойна. Ну а пока я со своим Владимир Васильевич. В рамках совершенствования взаимоотношения плательщик налогов, налоговая инспекция, в республике впервые введен институт налоговых консультантов. Вот такое название – хороший институт налоговых консультантов. Как сейчас будут востребованы взаимоотношения налоговый орган и плательщик? Елена, я думаю, что мы начнем в рамках этого института работать, как и предусматривает декрет, указ с 1 января 2019 года. До этого времени те субъекты хозяйствования, которые оказывали данные виды услуги, они могут их оказывать. Но 1 января они должны иметь в своем штате именно уже налоговых консультантов. Это или индивидуальных предпринимателей, или это юридических лиц, в штате которого должен быть не меньше одного консультанта. Но опять же есть условия по налоговым консультантам. Должно быть юридическое или экономическое образование, старший работой по специальности не менее трех лет. И человек, который решил стать налоговым консультантом, он должен получить сертификат соответствия на свои услуги. Он должен обязательно уплатить страховой взнос в размере 1 тысячи базовых величин. Это 23 тысячи рублей для того, чтобы при оказании услуг, если он все-таки допустил ошибку, платежщик, который воспользовался его услугами, не был наказан. А пений, административная штрафа, если не вдруг понесет платежщик вот эти наказания, они были компенсированы ему за, например, неправильное вычисление сумм платежей. Институт развивается, институт имеет будущее. Во многих странах сегодня он действительно работает. И в Германии очень большое количество налоговых консультантов оказывают услуги. Мы здесь должны четко понимать, у платежщика должно быть право заплатить налоги правильно. Конечно. Не только заплатил в каком-то большом объеме, а заплатить правильно, чтобы и не в ущерб бизнесу, и они были уплачены в полном объеме. То есть должна, согласно действующего законодательства, проходить какая-то минимизация налогов, но в рамках закона вот тут должны помочь налоговые консультанты. Спасибо, спасибо, Владимир Васильевич. А сейчас о том, чего так зачастую боятся, скажем, нерадивые налогоплательщики или вообще неплательщики налогов. Это проверки. Владимир Васильевич, а правда ли, что налоговые органы будут теперь делать проверки не более чем за пять лет? Это правда. Это правда. 376 указ главы государства 16 октября 2017 года были им внесены в 510. Это основной указ у нас по контрольной работе, которым руководствуются все контрольные органы в Республике Беларусь. И налоговым инспекциям сегодня налоговые органы будут принять платежщика за пять последних лет, не считая года, в котором проводится проверка. Плюс в том, что не надо сегодня, наверное, сохранять ту информацию. И все-таки у налоговой инспекции есть большое количество информационных баз. Когда проводим мы анализ, мы видим, есть необходимость ставить платежщика или нет. Если мы его не проверяли в 8 или 9 лет, наверное, не было необходимости. И потом при документальной проверке не надо терять ни государственное время, ни время платежщика. Пусть развивается бизнес планово и равномерно. Спасибо. Но вот, допустим, есть нарушения какие-то, так? Скажите, пожалуйста, какие меры предусмотрены, меры ответственности предусмотрены за нарушение в сфере налогообложения? Очень коротко. Да, глава государства сделал хороший посыл. Мы должны больше разъяснять, консультировать. Основной контроль, который мы сейчас осуществляем, это неплановые, невнеплановые проверки. Это камеральный контроль. И больше процент всех доначисленных сумм это по камеральному контролю. Используем информационные базы, электронные счета, фактуры, кассовых суммирующих аппаратов, торговых автоматов, электронных накладных. Базы дорабатываются, у нас будет совершенность, и мы будем иметь совершенную возможность видеть плательщика, при условии, что нам предоставят определенные базы еще по движению денежных счетов, по счетам. Если все-таки нарушен, неуплачены налоги, есть административный кодекс. Хотелось бы остановиться не на суммах штрафа, которые там положены по статьям 13.4, 13.6, 13.7, 13.8. Хотелось бы остановиться о консолидированной, о субсидиарной ответственности. Все-таки если нерадивый плательщик довел свое предприятие до банкротства и не сделал ничего для того, чтобы уплатить налоги, то через решение суда ответственность и сумма для начисленных налогов возлагается на это физическое лицо, которое было начислено предприятие, будь то это директор или главный бухгалтер. И он тогда уже со своих доходов постепенно, пока не уплатит эту сумму, у него будут удерживаться. Владимир Васильевич, у нас буквально 40 секунд остается, и мне очень хочется спросить, как жители нашей области смогут обратиться к специалистам областной налоговой инспекции со своими вопросами, а может быть даже кто-то захочет высказать пожелание. Уже не первый год специалисты налоговых органов, не только областной налоговой инспекции и районных налоговых органов по субботам осуществляют прямые телефонные линии с 9 до 12 часов, по определенным дням осуществляют прием граждан с 8 до 13.00. Я как начальник областной инспекции, это первая среда месяца с 8 до 13.00. Конечно, можно обратиться и на горячие и прямые телефонные линии, они у нас есть на нашем оригинальном сайте. Пожалуйста, звоните. Адрес нашего сайта, возможно, нам сейчас, прямо сейчас выведут на экран. Буквально несколько слов пожелания нашим телезрителям, и, к сожалению, программа завершается. Я хочу высказать большое спасибо за ту возможность сегодня высказать позицию налоговых органов в этой студии. А всем платите налоги. Спасибо. Спасибо, Владимир Васильевич. Это был диалог с Владимиром Васильевичем Дивойно, начальником инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гомельской области. Программу вела Елена Троцанко. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова